С нетерпением юные жители, а также их родители, ожидают открытие нового детского сада в самом центре города Щелково. Садик в Первом Советском переулке рассчитан на 170 мест и строится по областной программе «Наша Подмосковья» при софинансировании из муниципального бюджета. К сожалению, сроки сдачи объекта переносились не единожды, и сейчас администрация Щелковского района держит ход строительства на жестком контроле. Именно в Первом Советском прошло традиционное еженедельное совещание с подрядчиками, ведущими строительство всех детских садов в районе. В Щелковском садике основная задача в ближайшие две недели завершить установку мебели, монтаж инженерных систем и оборудование пищеблока. А вот благоустройство планируют окончить уже будущей весной. Все ваши траты по деньгам согласовывать с Никитой Санычей, понятно, да? Чтобы каждая копейка ушла на решение тех вопросов, которые мы здесь обозначили. 1 декабря, самый оптимистичный срок, пессимистичный 15-го, самая актуальная внутренняя инженерная система. Понятно, что благоустройство переносим уже на летний период, на период летнего благоустройства, потому что зимний благоустройство никогда не было качественным. Температурный режим не позволяет его сделать в полном технологическом объеме, поэтому перенесем его на лето. Обсудили на совещании и ход строительства других соцобъектов детского сада в поселке Новый Городок, который также строится по программе «Наша Подмосковья», и садика Ванечкова, где работает инвестор. На Новом Городке высокая степень готовности, качество работы хорошее. Осталось, опять же, между генподрядчиком и подрядчиком решить вопросы финансов. Ванечка в следующий среду выезжаем, там, в принципе, высокая степень готовности, он практически готов к тому, чтобы открываться. Есть замечания почтонадзора, на месте разберемся, что там за замечания и как их можно устранить в короткие сроки. Направить своих малышей в совершенно новые детские сады, пожалуй, хочет каждый родитель. Поставить детей в очередь и получить нужные документы легко и просто при помощи многофункционального центра. Работу учреждения также проверили в ходе выездного совещания. Сейчас Щелковский МФЦ занимает шестое место в Московской области по качеству оказания услуг. Руководитель администрации Алексей Валов поздравил сотрудницу центра Сундарееву Марину, которая заняла второе место в региональном конкурсе «Лучший сотрудник МФЦ». Наша Марина Сундареева, она заняла... Ну, лучшая, да. Она у нас лучшая, это же второе место. Сколько у вас минут уходит на обслуживание клиентов? Ну, от 15 до 30. Опросил жителей, нет отторжения, есть только положительный отзыв. Это здорово. Не обошлось проверки и без небольшой ложки дегтя. Оказалось, оборудование центра в зале ожидания успело изрядно поизноситься. По словам Алексея Валова, такие проверки будут продолжены, чтобы не допустить падения качества услуг Щелковского МФЦ.